Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Ефремов, я кей-инженер, живу и работаю в Калифорнии, а также преподаю в нашем курсе K-Manal, K-Automation Engineer. Ссылка в описании. И сегодня я с вами хочу поговорить о новой схеме работы. Она только выходит на рынок для тестировщиков, для кей-инженеров и вообще для технических специалистов. И называется гибридная схема работы. Что это такое? Давайте разбираться. Значит, некоторое время назад, где-то порядка года, может быть, полутора лет назад, всех отправили по домам в связи с пандемией, всех технических специалистов и не только, всех отправили по домам. Все начали работать из дома. Поначалу эта схема была для кого-то сложной, кто-то не мог с ней приработаться, прижиться. Были какие-то сложности вообще у коллективов, у людей. Но постепенно все привыкли и все поняли, что лучше работать больше, чем стоять в трафике, например. Или лучше поспать на час больше, чем опять-таки ездить на работу или сработать. В общем, удаленная схема показала, что она тоже может быть эффективной. Хотя раньше, еще до пандемии, порядка где-то только 30% вакансий были удалены. Основные вакансии всегда были в офисе. То есть нужно было приезжать к 9-10 утра и работать полный рабочий день. Естественно, много времени тратилось и на трафик, и на какие-то там нерабочие, может быть, вопросы, вечеринки и прочее. Хотя это не часто было, но все равно. Теперь после пандемии компании постепенно начинают объявлять о том, что они будут возвращать людей в офис. Не все. То есть многие компании приняли решение также оставить удаленную работу. Это очень выгодно с точки зрения, что не нужно платить за офис. Не нужно платить за обслуживание этого офиса, за еду какую-то заказали в офисе, еще какие-то там вещи. Многие компании так и продолжат работать. Сотрудники так и продолжат жить на Гавайях и по всему миру, и на Бали. И продолжат работать в IT-компаниях. Это нормально. Но некоторые компании, особенно гиганты, они все-таки такие вот немножко консервативные. Они говорят, что нет. Мы все-таки попросим сотрудников вернуться в офис, но не на полную рабочую неделю. Это называться будет гибридная схема работы. То есть когда вы работаете в офисе, какую-то часть недели. В разных компаниях предполагается по-разному. Пока компания Apple уже объявила, что она бы хотела, что вот сотрудник работал там 2-3 дня из офиса, остальное время из дома. И он там может взять какие-то там недельку-две себе в ремоут работу в год. То есть это не отпуск, это как ремоут работы, то есть поехать на Гавайи, продолжить работать, но на Гавайях пару недель еще такой. А компания Google тоже склоняется к этому. И в принципе сейчас по дате все смотрят на сентябрь. То есть с сентября начинается вот такой предполагаемый переход на гибридную схему работы. Еще раз скажу, это не во всех компаниях. В основном пока что только IT-гиганты идут вот на такие решения. Ну и потом как бы в этих компаниях понятно, у них есть очень серьезные проекты, из-за которых людям реально нужно присутствовать на работе. Там и секретные проекты есть, которые в разработку ведутся. Да, им не хотелось бы где-то, чтобы всплывала информация, куда-то уходила. Ну и плюс как бы они привыкли так работать, они считают это более эффективным. 50% компаний на рынке все-таки склоняются к тому, что схема работы будет либо гибридной частично, либо полностью удаленной. То есть это очень хорошо. Это никак не влияет на зарплату. Вы можете работать из любой страны, из любого штата в этой компании. Некоторые компании, такие как, например, там Facebook, они сказали, что если вы живете не в Силиконовой долине, то мы вам там пересмотрим зарплату. Но это вот было раньше. Да, вот такое я слышал, что там что-то говорили. Это очень редко такое бывает. Еще какая-то компания, я не помню ее название, ну вот они нанимали, они сказали, было написано, что если вы живете в 20-30 минутах от Сан-Франциско, то у вас зарплата будет 210 тысяч долларов в год. Это реально была вакансия, на нее проходил собеседование. Если вы живете не в 20-30 минутах от Сан-Франциско, ваша зарплата будет пересмотрена с учетом там локальных каких-то поправок. Они даже не пишут сколько, они просто вот так предупреждают, что если ты живешь там где-нибудь там в Аризоне, платишь там за квартиру 500 долларов в месяц, ну почему тебе должны платить 200 тысяч долларов в год, да? Такие компании тоже бывают. Но это скорее исключение. В основном компании как бы адекватные, и они говорят, что нам все равно где ты работаешь. Главное, чтобы твоя работа была эффективна. Главное, чтобы ты с коллективом хорошо работал и делал по проектному принципу свою работу, все нормально. Все, ребят, вот такие новости, и я вас буду держать в курсе дела. Я вам буду рассказывать что происходит на рынке, как будут открываться компании, как будет набираться персонал. Сейчас вакансий, кстати, очень много. Более 200 тысяч открытых вакансий только в США для тестировщиков. Набирают очень активно. Меня просто заваливают в линкинге предложениями каждый день. Поэтому, если вы еще думаете быть тестировщиком, не быть, самое время принять решение, чтобы быть. Потому что платят очень хорошо. Рынок насыщен. Очень много проектов. Очень много проектов ушло онлайн. Им нужны сейчас тестировщики. Поэтому самое время принять решение и перейти в IT-сферу. Если кому интересно, посмотрите на нашем канале. Много информации. Есть у нас бесплатные занятия на нашем курсе вводные. Приходите, попробуйте. Если почувствуете, это ваше. Если вы хотите работать в этой сфере, хорошо зарабатывать, развиваться. Оставайтесь учиться, получайте профессию. Через 11 недель будете уже тестировщиком. Все, ребят, был раз поделиться с вами этими новостями. И до встречи на нашем канале. Всем пока.